Всем привет! Здоров мороз! Ну что, поехали! Сегодня у нас будет опять новый выпуск и необычный, новый, по-другому. Короче, буду рассказывать свою историю, как я переехал в Германию, вообще, как я эмигрировал. Ну что, поехали! Итак, смотрите, ребята, в 2011 году, это был май месяц, да, май, 18 мая я приехал в Германию, из Литвы. И так сложилось, что я очень хотел за границу, я, ну, живя в Литве, думал всякие, эти такие вариантики, думал в Норвегию уехать, еще куда-нибудь, там на заработки, даже в Америку думали, в США. ехать, там, с другом, в этот, в Чикаго. Ну, короче, думали-думали, и тут, получилось, моя такая подруга, приятельница, она работала в фирме, она, как там, соучредитель была, по трудоустройству. Ну, и они отправляли людей на заработки, там, в Германию. И вот я поехал пробную, получается, я взял своего одноклассника с собой, предложил ему, он согласился, тоже для храбрости, так, прикольно было. было вдвоем, и кучу, там, еще бумаг нам дали, чтобы мы везли с собой, там, людей с нами ехало, примерно, по-моему, 7 человек. Ну, полный бусик, микроавтобусик такой, от Opelivar, и мы тронулись. Короче, мандраж, страх, вообще, денег у меня, я не помню, даже, сколько я с собой денег взял, денег, блин, ну, не тысячами точно, там, в еврах, может, тысячу евро с собой взял максимум, даже до тысячи, может, даже не брал. Ну, короче, ну, вот так мы и рванули. Приехали в Германию, ну, мы уже ехали с целью, что мы едем на работу, да, на заработки, короче, что у нас работа там ждет и так далее, да. Приехали мы вначале в город Рот, это в Баварии, там большая-большая фабрика такая, завод Монолит есть, и туда вот, там на склады ребята вот выгрузились, их туда оформили, а потом нас увезли в другой город, в Швабах, там тоже Монолит, ну, там уже мясокомбинат, там большой, там и пелемени делают, и колбасы, короче, вот, большой завод. Вот, приехали мы туда, нас никто не ждал, как я понял, ну, или не так быстро нас ждал, ну, короче, и куда нас оформить, ну, и нас оформили, короче, в магазин, магазин Микс Март такой был, сейчас уже его нету, короче, там, в том месте, и в офисное помещение, там одну раскладушку нам дали, я спал на раскладушке, и была еще такая кровать, короче, как в шкафон, она так, ух, открывается, как в фильмах, видели, наверное, да, ну, вот, а мой, одноклассник, он спал на такой вот кровати, и мы так жили два месяца, ну, устроили на работу, вот, там, пешочком пройтись, буквально, там, три минуты ходьбы, и, и, вот так мы жили, из удобств, что было, было, короче, вот эта комната, офис, ну, представляете, офис, где там стол стоит компьютерный, да, и, ну, и вот, и для кровати, ну, большая комната, побольше, чем эта, просторная комната, короче, что там было, там был туалет, и кухня, ну, кухня была общая, туда ходили продавщицы, ну, работники магазина, микс-маркеты, они там паузу делали, кушали, да, ну, как-то кухней делились, а мыться ходили на работу, душ был на работе, раковина была, конечно, да, зубы почистить, там, умыться можно было, да, полностью помыться надо было, вот, на работу, так что на работу ходили мыться, ну, вот так, первое мое, вот это вот, ну, приехав в Германию, вау, конечно, классно, да, природа другая, выезжали в мае из Литвы, в Литве еще так, как-то, ну, весной, ну, только-только-только весна начиналась, знаете, а тут приехали все поля зеленые, цветочки цветут, ну, красота, сразу такой, вау, пришли, сразу первый день не работали, нас оформили, мы, ну, имею ввиду, определили нас в эту, куда спать, короче, в бюро, и пошли гулять мы с другом, вот, прогуляли пешочком, там, ну, вообще классно, супер машины обсматривали, там, сразу кеп вес оригинальный, там, блин, обсуждали, фотографировались, но, ну, раз это было, конечно, то, вообще, по поводу работы, что, нас не могли, мы не могли приступить к работе, пока нас, короче, не определят, мы должны, по идее, были работать по контракту с литовской фирмой, да, ну, вот, через которую мы приехали, но, что-то там получилось, какие-то неувязки у них, и пришлось нас напрямую оформлять, но это еще лучше, конечно, сразу уже немецкий стаж пошел, немецкий контракт, это уже совсем другое, да, чем через литовские, получается, что ты уже налоги платишь в Германии, ну, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, спасибо большое, кстати, Антону, Антону там работал на этой фирме, Монолит, и он нам помог и оформить, это надо было поехать в Слендер Амт, это для иммигрантов, прописаться нам, нас прописали вообще на фирмы, прописка нужна была, нужна нам была ОК-карточка, это медицинская карточка, ну, медицинская страховка обязательно нужна была прописка, сказал, и банковский счет нужен был, ну, вот эти все документы быстренько сделали, и у нас, как европейская страна, нам не, ну, не было никаких проблем, да, как раз мы приехали тогда, когда Германия дала добро на европейские страны, чтобы приезжали на заработки, вот как раз вышел закон, и мы тогда вот рванули, первая волна, можно сказать, так, и тогда румынцы поехали, ну, короче, все-все поехали, вообще со всех стран поехали, так что вот так, ну что, работа была очень тяжелая, я сразу скажу, я на заводе, я когда работал в Литве на стройке, мы с пацанами вложили кладку, да, и, ну, да, там, тут я приехал на завод, я офигел, я приехал, я думал, что с той целью приеду в Германию на заработки, что надо пахать, пахать, буду сверхрочные пахать, и, короче, заработаю деньги и свалю, ну, сложилось так, что я остался до сих пор здесь, и вот, как-то так, ну, ладно, ребята, которые потом дальше приехали, мы потом потянули еще друзей, друзья поработали некоторые, там, вот, кто-то годик, кто-то два, кто-то там три, кто-то там полгода, кто-то там пару месяцев, и свалили назад в Литву, и живут, и все довольны, всем хорошо, ну, короче, давайте сейчас по пунктикам пройдемся, да, потому что тут можно до бесконечности говорить, а я люблю говорить, как вы знаете, так, вот, я тут еще шпаргалочку себе сделал, как переехал в Германию, так, цели, вообще, какие были у нас цели, цели у меня были вообще свалить со страны, с Литвы, короче, в погоне за счастьем, да, я куда-то бежал, что думал, где-то лучше, чем в Литве, да, в Литве тоже было в то время неплохо, ну, тогда у нас была литовская валюта лит, а здесь, конечно, евро, да, и, представляете, зарплата была где-то полторы тысячи литов, а здесь была зарплата тысяча евро, ну, минимальная, я так считаю, да, ну, конечно, в Литве тоже, по-моему, тысяча литов минимальная была, не помню, ну, короче, не суть, но, когда ты зарабатывал тысячу литов, тысячу евро, это получалось три с половиной тысячи литов, да, ну, представляете, это в два раза с лостиком больше, и вот за такие деньги с тысячу этой евро в Литве можно офигительно было жить в то время, да, и как бы я думал-думал, что поработаю и вернусь, ну, так случилось, что жили мы, короче, в общаге, два месяца прожили, вот, не в общаге, жили мы в этом магазине, в Микс Марте, два месяца мы прожили, потом нас оформили в общагу, в общежитие, общежитие это не то, что там какая-то там, как школа и там много-много комнат, нет, общежитие это была обыкновенная квартира, это был даже подъезд в доме, там три этажа было, и получается, что три квартиры, ну, и подвал, ну, без балкона, да, и все квартиры были раз-два-трехкомнатные, все одинаковые квартиры, короче, мы жили на третьем этаже, на последнем, получается, входишь в квартиру, коридор, сразу справа, получается, туалет, ванна, слева одна комната, приходишь в коридор, вторая комната, потом сквозная кухня, и потом там большая комната, и мы жили, по-моему, если не ошибаюсь, семером или шестером, но я такой, как наглый тип, не знаю, как, какой я выбил, я вначале жил со своим одногласником, мы вдвоем жили, а потом, когда ко мне приехала супруга, я попросил его, чтобы он пожил с пацанами, а мы вдвоем жили, вот, но он согласился, молодец, спасибо тебе, и так что, так что как-то так, да, прожил в общаге целый год, добирались на работу, это уже был город Нюнберг общежитие, а работа у нас была в Швабахе, и это расстояние примерно 20 километров где-то, да, но работа начиналась с 6 утра, и была посменная, 3 смены было, это было фрющих, чпящих и нахщих, да, это утренняя смена, потом обеденная смена и ночная смена, утренняя смена начиналась с 6 утра до 3, обеденная с 3 до 10, по-моему, вечера, и ночная с 10 до 6 утра, вот так, да, помню, и получается, что мы работали вот в разные смены, и как-то надо было нам добираться, добирались мы на метро, на метро мы доезжали до вокзала, с вокзала мы доезжали, короче, на поезде до Швабаха, и там еще пешком прошли, ну, примерно, может, километр до работы, где-то минут, так, минут 10, может, там, 15, ну, вот, максимум, нет, 10 минут, конечно, так, быстренько, цак, и отработал я на этой работе 4 года, это была моя такая первая работа, 4 года я отработал, уже мой одноклассник уже свалил в Литву назад, поработав там 2 или сколько года, я не помню, сколько он побыл, но он в общаге жил, да, по-моему, там, не помню, даже 2, не знаю, уже все так смешалось у меня, да, 4 года на этой фирме проработал, в общежитии прожили год, а потом приехала моя супруга, супруга устроилась на работу тоже там, на, ну, на такие разные работы, да, такие, ну, которые платили там мало денег, там, рекламу какую-то там сортировала, там, еще что-то, газеты, ну, короче, не суть, начало было, да, тяжелое, и мы уже потом, как-то, когда супруга приехала, и понравилось, так, ну, как понравилось, ну, ну, так, не скажу, что ей очень понравилось, потому что она в Литве работала вообще хорошо, она в ювелирном магазине работала, и занимала там неплохую должность, и хорошо получала, да, а сюда приехала, и как бы все сначала, да, вообще без языка, вообще тяжело, если хотите эмигрировать куда-то, подучите хотя бы основы языка, если там в Англию, английский, там, Америку, да, английский, там, куда-нибудь, чтобы, что, потому что, а, у меня вообще, я не думал об этом, о языке, мне как-то так по барбасу, русская фирма, кстати, это была, да, язык там не нужен был немецкий, это вот, завод этот русский, да. Квартиру искали, вот, когда жили в общаге, на протяжении года мы целые, целое время искали квартиру, да, но мы еще искали квартиру именно в одном районе, который нам очень понравился, это Айбах, Ротенбах Айбах, это в Нинберге, если кто-то знает, мы там искали свою квартиру, и мы нашли, и в этой квартире мы потом прожили 8 лет с хвостиком, и вот только недавно сейчас переехали в дом, в деревню вообще. Так, ну, короче, вернемся дальше, назад, работая на заводе, я еще работал, да, когда я уже переехал в квартиру, уже машина была, я уже передвигался сам, ребята передвигались, ну, сами мы отделились чуть-чуть, ребята жили в общежитии еще, мы уже жили в квартире, и передвигались на автомобиле уже на работу, было удобнее гораздо, и в то же время я уже думал, что все, я уже остаюсь в Германии, потому что уже Аня, да, жена приехала, и мы начали учить язык немецкий, да, шпрах, курс B1, B1, и моя жена, мы с ней вместе пошли в школу, смарт-академия такая была, помню, по-моему, 100 евро платили, или даже меньше платили за месяц обучения, да, сами платили, никто нам не оплачивал, и... или, подождите, или оплачивали, может, кто-то... блин, не помню, если честно, вот, по-моему... а, да, половина поплачивала, по-моему, если ты сдаешь курс, 50% тебя возвращают, да, да, была такая акция какая-то, что 50% тебя возвращают, так, если ты за полгода 600 евро заплатил, 300 тебе возвращают, да, ну, тоже классно. и жена моя ходила, мы вместе ходили-ходили, но мне, у меня был одиннадцатый минус, конечно, если бы, как говорится, если захотеть, можно в космос улететь, если хотел бы учиться, я бы и доучился бы так, но мне было некомфортно, потому что я одну неделю женой был в группе, другую неделю в другой группе, потому что у меня была то утренняя смена, то вечерняя смена, по-моему, ночных смен тогда еще не было у меня, да, я тогда только утреннюю и вечернюю смену работал, и то с одними одноклассниками, то с другими, ну, как-то это, вот, блин, я походил, может, два месяца на эти курсы, вот так вот, ну, и все, и забросил, короче, сделал паузу, а жена ходила, ходила, она сделала B1, потом она уже сделала B2, она уже выучила хороший, более-менее немецкий, а B2 это уже там с профессией, надо кауфменища, ну, типа, товаровед, как-то, товара, короче, кауфрау, вот, ну, как менеджер, можно сказать, продавец, да, и она устроилась уже на, самостоятельно устроилась там на одну работу немецкую и подтягивала, подтягивала язык, общалась со своими одноклассницами, у нее был хороший немецкий язык, и все наши проблемы, дела уже начала решать жена, так, а я, мне как-то было хорошо, и без этого немецкая, я работал на своем заводе, знаете, ну, как-то, честно, надо было, надо было сразу оттуда у вас этого завода сваливать и на любую немецкую фирму идти, общаться, вот это, конечно, моя ошибка большая, я там 4 года протусовался, это большой срок, ну, у меня там были планы Барбароссы, бизнес строить, там, колбасу возить в Литву, туда-сюда, ну, ничего у меня не получилось, работал и бау, ну, я уже хотел, думал, все там, что надо уходить, ну, как-то все не уходило, так как-то вот все, а может, а может, ну, на работе я тоже как-то неплохую карьеру сделал, я вначале работал в лагере, я, ну, как бы, в холодильнике, там, эту продукцию, там, комиссионировали, мы там собирали на магазины, туда-сюда, ну, как грузчиком простым, да, потом меня перевели, там, ну, короче, я во всем заводе поработал, на пельмени, там, на упаковке работал, туда-сюда, она, реально, всю-всю кухню-то выучил там изнутри, интересно мне, кстати, было, даже задумывался о своем каком-то маленьком там цехе, да, может, в Литве открытым, думал, ну, вот какие-то мысли такие приходили, ну, и потом я перешел на... Смеси специй и копчения на натуральных. Такие там, короче, копчения, коптили мы эту колбасу, там, мясные изделия всякие там, и потом мы сделали, там, обучение у нас было, что Ройхмастер, типа, коптильщик там, и нам обещали после этого обучение, там, обучение простое было, тестация такая, приехал там один дядька, короче, посмотрел там программу, нам научился, как этим программами пользоваться, и все. И дали бумажки нам, ну, и обещали поднять зарплату, нам покормили завтраком, да, да, поднимем, поднимем, ну, и, короче, не поднимали. И тут я реально решил заболеть, да, ну, потому что вот так случилось, я не помню, или я болел, или не болел, короче, ну, как-то так случилось, что заболел, да, и был такой неподходящий момент для фирмы, да, что были заказы, завалы, короче, а я, бау, заболел, и мне такое бум, письмо пришло, короче, по почте, так, дорогой там Павел Иострович, Иострович, вы, короче, уволены. Ну, конечно, я на то время, блин, вступил, я не знал этих законов хорошо, я мог получить деньги, да, потому что я работал, у меня был фестфертрак, 4 года, я мог получить обфиндумсгельд, я мог пойти в арбитсгерих, да, пожаловаться, что я, когда болел, да, у меня вот справка от врача, меня взяли увольны, да, без причины. И мог, конечно, и мне бы шеф заплатил бы там, я думаю, минимум 4 или 5 тысяч евро в то время, да, но, как-то я, так, ай, ай, ну, знаете, такой простой парень, блин, и, ну, по-красивому, не по-красивому, не знаю, так случилось, я просто никуда не обращался, и все, и меня уволили, я встал на эти арбитслез, арбитслез это как, ну, когда ты без работы, да, ты получаешь пособие, тогда, получается, я получал 60% от своего заработка, вначале я стартанул, короче, 1000 евро, у меня было 7 евро в час, зарабатывал, потом, там, блин, 8, что-то евро 9 было, я не помню, там, как-то поднималась зарплата, потихоньку поднималась, но суть, что я потом получал где-то 1500-1600, вот такая зарплата у меня была в месяц, да, не больше на заводе, и это с ночными сменами, это уже, блин, всякие эти, ну, как говорится, угорштунты, перерабатывающие сверхчасы, там, вообще, зарплата такая не очень, ну, как, это нормально, вот, до сих пор там люди заработают, не знаю, сколько они зарабатывают, может, там, чуть больше, ну, не думаю, что там намного больше не зарабатывают, и, короче, 60% от 1500 я получал где-то, у меня получалось, я помню, что 1000 евро мне получалось, представляете, вот, по-моему, 900 с чем-то 1000 я получал, за квартиру тогда мы платили 600, 600 евро, да, за квартиру, у нас 2-комнатная квартира была, и жена плюс работала еще, и я плюс еще подрабатывал, как говорится, там, халтурил, да, ну, если честно, то время где-то до полугода додлилось, меньше, может, даже чуть-чуть, было неплохое, я зарабатывал чуть-чуть там, у меня было свободного времени много, плюс государство мне помогало, ну, государство, конечно, тебя, муська, вот туда-сюда, да, 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 я хотел обучение выбить, да, какое там обучение хотел, ай, я, ай, кстати, да, и тогда я выбил потом, чтобы они мне платили дальнейшему школу, я пошел дальше учиться, я закончил уже Б, все-таки добил Б1 этот, и, да, получил тоже справку, что я сдал, так что вот так, да, потом, 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 потом у нас, я пошел опять на русскую фирму работать, ну, по профессии, я построился работать поваром, ну, как бы водителем и поваром, вот так, универсальный солдат, я там, короче, помогал на кухне, потом закупался, сделал закупы, короче, на эти, ну, продукты там, на готовку, и развозил еще потом, да, вот эти вот все, там был кеттеринг-сервис, мы готовили на садике, на школы, там, на, ну, вот, на такое вот, и это все развозил еще по точкам, да, по садикам этим. Ну, работа, кстати, была прикольная, я там проработал, по-моему, два года, если не ошибаюсь, ну, тоже русская фирма, немецкий мой опять упал, что я там подтянул, а он опять, и вот у меня немецкий, и потом я решил, что, ну, на этой фирме я смотрю, что там перспективы, ну, там перспективы, ну, для меня перспектив там, ну, больших не было, ну, да, я уже там и так занимал неплохую должность, я там уже был, ну, старший повар, и, и уже некуда, уже больше расти старшего повара, так что, так что, да, и потом я решил, надо пойти к немцам, я прогуглил, там еще жены там, подруги, рассказали, что вот есть такой там крутой Александр Херман, там, у него шоу такие, я думаю, а я, говоришь, в клуб, напишу я туда, в этот СВИИ, может меня возьмет на эту работу, бам, написал, пошел на собеседование, по-немецки, все, как корявенько, так у меня такой немецкий, корявенький вообще был, ну, договорился, все, меня взяли, блин, классно, вообще, там такой другой уровень, там, блин, там такая готовка, там, ну, там был такой стресс, я пошел, представляете, я пошел на меньшее, даже зарплату, по-моему, да, или на ту же самую зарплату, я ушел, не помню, но я там, короче, работал 6 дней в неделю, и по 10 часов, я там так вкалывал, и это был реально ад, ад, как, адская кухня, вот есть, такая вот, там реально была адская кухня, и я потом вообще перехотел, блин, работать на кухне, после этого, ну, потому что это, блин, по деньгам, это вообще ничего, по работе, это пипец, и так случилось, что там, как шоу такое приезжает, палацу называется, и она на полгода, да, 5 или 5 с половиной месяцев, 6 минут, да, полгода, и длится, все, это шоу заканчивается, и потом они тебя увольняют, ты идешь опять на это, да, работать слез, получаешь там какие-то копейки, они тебя не трогают, если ты говоришь, что ты следующий год опять туда пойдешь работать, да, там у нас был такой один пацанчик, он уже там на мои 8 или 9 лет работает, короче, вот так постоянно по полгода, да, и он говорит, я полгода вот работаю, а потом полгода, короче, путешествую, и он так полгода работаю, полгода путешествую, ну, прикольно тоже, ну, поработав там, конечно, там играли ребята, классные повара, вообще шикарные, ну, мне очень понравилось, все, научился там много чему, ну, 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 сказал, нет, все, я спрыгиваю с этого, и, и, короче, пошел опять, когда закончился контракт, пошел на трудовую биржу, Arbitzamt, на биржу туда, и говорю, так и так, дайте мне, пожалуйста, обучение, я хочу учиться дальше, я хочу поднимать квалификацию, туда-сюда, я хочу образование делать, ну, там такие, закатал хотелки, они посмотрели на меня, парень, что ты хочешь, иди отсюда, знаешь, и потом, бам, мне присылает письмо, у тебя шпера, это на три месяца, они тебе ничего не будут платить, потому что, они сказали, что я специально уволился, с этой, кеттеринг сервиса, и перешел на это, с целью того, чтобы в дальнейшем, потом зависеть от, от, биржи труда, чтобы получать от них деньги, представляете, как они вымудрили, и писали мы письмо, в ответку, почему я так, что я хочу, квалификацию поварскую поднимать, что я хочу, ну, усовершенствоваться, что я хочу немецкий подучить, интегрироваться вообще в немецкую, ну, в Германию, короче, но они сказали, нет, ты с целью специально, и, короче, мне надо было, блин, представьте, мне три месяца, никто ничего не будет платить, за квартиру, плати, там, за машину, плати, за все, плати, страховки, плати, блин, что делать, я, мам, по знакомому, херак, и у меня там, окажется, Слава, знакомый, друг, Слава, привет, и позвонил ему, он на почте работал, говорю, так и так, работа нужна, он говорит, без проблем, нам нужны, приезжаю, он договорился, я пришел, взяли меня, работу на почту, на DHL, ну, DHL, раздеть посылки, работа, кстати, прикольная была, я поработал, полтора года, где-то, может, чуть больше, ну, до двух лет, два года точно не отработал, по-моему, полтора года отработал, ездил вот так, посылки развозил, всегда в тонусе, там, блин, спортивная такая форма была, блин, поработал, короче, ну, что, работал, работал, думал, что делать дальше, на кухню не хочу, блин, ну, надо же как-то жить, все равно, какая-то ответственность есть, блин, и за семью, и так далее, блин, и что, что, я потом думаю, ну, значит, хорошо, я сделаю, блин, права на грузовик, и буду в DHL, на большой фуре, будет зарплата больше, туда-сюда, уже что-нибудь там продвинемся, но не так казалось, как оно все так казалось красиво, да, я сделал права на грузовик, я параллельно работал, параллельно учился, тяжело было, мне надо было там уезжать, там, в отпуске брать, надо на учебу, там, ну, короче, тяжело там все было совмещать с работой, но я сделал права, я получил права, и потом, когда, как узнал, что в DHL, они на больших машинах, там, не работают, они берут этих, субинтернеймеров, подрядчиков, которые им развозят, другие фирмы, маленькие там, да, они им развозят, а в основном, такие фирмы, очень много русских фирм было, ну, всяких, румынских, разных фирм, да, и они платили вообще фигню, потом я уже начал искать, тоже по знакомству, потому что у меня опыта не было на грузовике, но на работу, пошел на собеседование, в турецкую фирму одну, ну, там хозяин турок, по-моему, там два брата, если не ошибаюсь, и там на машину, C категория, там, Mercedes, был такой, или MAN, не помню, да, не, да, и, C категория, да, там, 7,5 тонн, там была вообще такая тентовая, я пришел, прокатился, с немцем, немец там уже работал два года, я пришел в 5 утра на работу, пробный день, я за рулем не сидел, я просто сидел рядом сбоку, да, и в 5 часов вечера, в 17.00, мы приехали только в офис, в 12 часов, я был в ахере, это мы были вдвоем, я ему помогал, он сказал, что типа, ну, понимаешь, у нас сканер там поломался, я тебе объяснял, я на тебя время тратил, вот поэтому так получилось, ну, ты не переживай, первое время, первые два месяца, ты будешь работать где-то по 12 часов, да, пока втянешься, пока все узнаешь, туда-сюда, блин, и так, короче, я посмотрел, да, ну, нафиг такую работу, лучше я буду на почте работать, я что-то подыскиваю другое, а я хотел чисто, чтобы поднять эту, наработать опыт, и потом на другую фирму перейти, сразу на большой грузовик, даже не рассматривал, думал, начну с маленького грузовика, а потом уже с прицепом, там, или большой, короче, я отказался от этого предложения, и работал дальше на почте, подискивал, и бам, потом встречаюсь у своего друга, так, мы там уже давно не виделись, в кафушке, встречаю его, нечаянно, в шашлычной все, и он такой говорит, как дела, как дела, я говорю, вот, нормально, на грузовик сделал права, то есть, он говорит, не хочешь к нам на работу, я говорю, как, так, что, он говорит, давай, если хочешь, я поговорю с шефом, туда-сюда, придешь на собеседование, блин, я так реально пришел, так все как-то, бам, получилось, он мне сразу сказал, что у нас водители, блин, рано утром выезжают, уже говорит, блин, в обед, уже дома, что, типа, ну, работает там, не больше 8 часов, и 8-9 часов, говорит, ну, все, там, рассказал мне, так, что все нормально, я пришел, до беседования, без опыта проехал, блин, там, с начальником одним, блин, ну, такой страх, как-то, ну, я вроде понравился, им, они меня взяли, до сих пор я на этой работе работаю, это биогаз, мы производим биогаз, собираем, короче, пищевые отводы, по ресторанам, по всяким больницам, по магазинам, сетям, магазинам, там, так, что, вот так, работа, конечно, хорошая, и я довольный работы, пока что не ищу другой работы, так, от Германии, что мы получили, мы интегрировались, да, и начали жить уже, как немцы, мы уже, ну, не стремились, так, знаете, в заработке, так, что, я со своей супругой, мы очень много попутешествовали, я считаю, что мы получили возможность, да, попутешествовать, мы посетили такие страны, как Франция, Италия, Австрия, Швейцария, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Польша, ну, и Россия, кстати, да, первый раз, первый раз, ну, в Калининград, я раньше еще ездил, а вот в Россию, да, первый раз, вот, с Германии, получается, ехали в Литву, и с Литвы уже ехали в Россию, да, к родственникам, вот так, стоит ли переезжать в Германию сейчас, или нет, смотря, что вы хотите, знаете, я, как бы, сам не знал, что я хочу, я бежал куда-то к счастью, над счастьем, да, в какой-нибудь, по идее, счастье может быть в любом месте, его не надо нигде искать, это надо разобраться в себе, в первую очередь, во-вторых, ну, здесь, да, комфортно, здесь к рабочим относятся всем по-другому, здесь рабочих уважают, рабочую силу, работников, у них больше привилегий, да, чем у бизнесменов, да, у мелких предпринимателей, у бизнесменов, здесь, здесь не такие привилегии, как у простого работника, немцы, власти идут за, за, за простых рабочих, да, рабочие, это вот, Германия, это вообще, как огромный, 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 завод, реально, большой завод, тут надо вкалывать, надо работать, чтобы чего-то достичь, как я сейчас докончу мысль, переезжать за границу, в Германию, да, учите немецкий язык обязательно, и сразу идите на немецкую фирму, не связывайтесь ни с какими, там, турец, ну, имею в виду иностранными фирмами, потому что немецкая фирма, есть там совсем уже другие порядки, там уже, ну, другое отношение к тебе, да, в русской фирме вы будете работать, как в России, да, никакой Германии вы там не увидите, там надо будет так вкалывать, и ты права не покачаешь, не нравится, пошел он все, за ворота, думайте сами, я не знаю, переедем ли мы назад, вернемся мы в Литву или нет, пока планов таких нету, тоже думали, купили участок в Литве, потом его продали, думали вернуться, но, пока что здесь живем, ну, вот моя история, короче, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх или вниз, как вам угодно, понравилось, пишите, что понравилось, что не понравилось, я за адекватную критику, всем пока!